Обратите внимание, что глагол to be меняется в зависимости от того, после какого подлежащего он стоит. I am, he, she, it, is, и множественное число you, we, they, are. И глагол с окончанием ing во всех случаях у нас сохраняется. Watching. Look at the example and read after me. Смотрим и читаем за мной, обязательно повторяем. I am playing tennis now. I am playing tennis now. Я напоминаю, что вот окончание ing произносится с окончательным, конечным звуком ng. То есть мы г не произносим. Playing. Playing. Okay, the next sentence. You are playing tennis now. He is playing tennis now. She is playing tennis now. It is playing tennis now. Слово now сейчас, в данный момент, необязательно использовать. Если по контексту вам понятно, что это происходит сейчас, мы можем говорить просто he is playing tennis. Он играет в теннис. Понятно, что это происходит, если понятно, что это происходит сейчас. Во множественном числе глагол to be принимает форму are. И следующее предложение. Repeat after me. We are playing tennis now. You are playing tennis now. They are playing tennis now. Okay, very good. Итак, мы запомнили, что для того, чтобы образовать present continuous tense, нам нужно после подлежащего в нужной форме поставить глагол to be и глагол с окончанием I and G. Okay. But as usual, we have spelling rules. Как обычно, у нас есть правила правописания, и необходимо о них всегда помнить. Мы поговорим о правилах образования и чтения формы I and G. Первое. Если конечная у нас в слове и, то она выпадает. Если у нас инфинитив, неопределенная форма глагола, напоминаю, инфинитив с частичкой to отвечает на вопрос что делать, что сделать. Так вот, если инфинитив оканчивается на одну согласную после краткой гласной, то тогда согласная удваивается. Stopping. Hitting. Обратите внимание, односложный инфинитив заканчивается на согласную и перед ним краткая гласная. Okay. Let's go on. Если многосложный из многих слогов инфинитив оканчивается на одну согласную после ударного слога, то это согласная тоже удваивается. Occurring. Occurring. Forgetting. The next rule. Если инфинитив оканчивается на букву L, она удваивается. Travel. Travelling. Fulfill. Fulfilling. Okay. Number five. Конечная Y в данном случае ведет себя очень хорошо. Она не изменяется, остается такой же, как и была. То есть, в слове stay остается Y и добавляется окончание ing. Staying. To carry. Carrying. Но, если слово заканчивается на I, E, то это буква сочетания меняется на Y. To lie. Lying. To die. Dying. Okay. So, let's look at the rules. Смотрим на правила в общей сводной табличке. Итак, что мы запоминаем? Если немая И, то перед окончанием ing она убирается, исчезает. Taking. Если односложное слово заканчивается на согласную перед краткой гласной, согласное удваивается. Stopping. Если слово многосложное и тоже заканчивается на согласную в ударном слоге, то согласное удваивается. Occurring. Конечное L перед ing удваивается. Traveling. Кстати, если вы посмотрите американское, American English, правописание, то traveling будет одна буковка L. А в British English мы обязательно удваиваем эту букву L. The next. По поводу перевода. Ольга, да? Там, где будет необходимо, я переведу слова, да? А потом, которые вам будут нужны, мы можем... Я могу в памятке потом сделать вам перевод. А если вам какие-то непонятные здесь слова, то вы можете спросить, я вам переведу. Окей. Эти слова пока заучивать не нужно, мы учим правила правописания. Good. Если слово заканчивается на Y, она не меняется. Мы добавляем окончание I and G. Staying. Но если слово заканчивается на I, то это буква сочетания меняется на Y. Lying. Dying. Окей. So, and now. Правила. Зрительно посмотрите, постарайтесь запомнить.